Здравствуйте! Вы смотрите канал УТС в эфире новости экономики и бизнеса. В студии для вас работает Ксения Петренко. Сейчас переходим к интересным цифрам и фактам. Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Средства поступят в 56 регионов России, в которых доходы бюджета по состоянию на 1 мая оказались ниже доходов за два предыдущих года. Размер субсидий для каждого региона индивидуален. Новосибирская область есть в этом списке. Сегодня в выпуске расскажем о том, к чему приводит просмотр пиратского контента в интернете, какие предприятия получат господдержку и ждут ли россияне повышения зарплат. Подробности далее. Пользователи сети посещают пиратские ресурсы более 300 млрд раз ежегодно. Сообщают в своем исследовании Роскачество. Организация предупреждает, что использование такого контента может привести к печальным последствиям. Загружая данные с торрент-трекеров, пользователи рискуют заразить свой компьютер вредоносной программой. Это может привести к тому, что киберпреступники завладеют персональными данными, документами, личными переписками. Злоумышленники смогут похищать ваши финансы, использовать онлайн-профиль или даже шантажировать посредством собранной информации. Эксперты уверены, что онлайн-просмотр видео на пиратских ресурсах также несет опасность. Любой неосторожный клик по всплывающей рекламе может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения. При этом заражение произойдет в автоматическом режиме. Роскачество предупреждает, что закон предусматривает возможность привлечения к ответственности за скачивание фильмов и музыки по статье о нарушении авторских прав. 45 торговых предприятий региона получат около 6 миллионов рублей из областного бюджета на возмещение транспортных расходов по доставке товаров в удаленные села. С начала этого года в Минпромторг региона поступило 47 заявок на участие в конкурсе на предоставление такой субсидии. 45 из них получили одобрение. Благодаря работе торговых предприятий и участников конкурса товары обеспечены 355 населенных пунктов региона, в 15 из которых функционируют автолавки. В 2020 году на реализацию программы предусмотрен 21 миллион рублей. Размер субсидии составляет 50% от суммы фактически понесенных транспортных затрат. Заявитель может получить субсидию три раза в год. Главное не унывать и верить в лучшее. Более четверти россиян надеются на увеличение зарплаты в этом году. Это данные исследования сервиса работа.ру. 28% респондентов рассчитывают, что работодатель повысит зарплату. 72% такого не ждут от своих начальников. А вот в сравнении с прошлым годом россияне более оптимистично оценивают свои перспективы. Тогда только 19% выразили уверенность в прибавке выплат. Согласно прогнозу Минэкономразвития, безработица в России по итогам текущего года вырастет до 5,5%, что станет максимумом с 2011 года. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил взять на депутатский контроль тарифы естественных монополий и привлечь к этой работе федеральных законодателей. Законный проект предполагает, что тарифы нужно привязать к прогнозируемому уровню инфляции. Это официальный показатель, он утверждается каждый год бюджетным законодательством. Он понятен, с ним связаны другие бюджетные параметры. Изменение системы утверждения сделает тарифы более справедливыми, стабильными и прогнозируемыми, считает лидер партии «Справедливая Россия». Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение высказал глава счетной палаты Алексей Кудрин. Он считает, что необходимо без промедления совершить реальный разворот к поддержке частной инициативы. «Чтобы сохранить свое влияние для России с ее демографией и территорией, тут может быть выход только в многократном увеличении производительности, внедрении технологических цифровых управленческих инноваций». А сейчас о том, какие мобильные приложения набирают бешеную популярность. ТикТок в апреле заработал 78 миллионов долларов на покупках внутри приложения. Это самый большой результат в мире. В сравнении с апрелем прошлого года выручка выросла в 10 раз. В приложении есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов. На втором месте в общем рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти 76 миллионов долларов. На этом у меня все новости. Желаю вам удачи. Оставайтесь на канале ОТС и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова